В Прораспадске начался стихийный митинг. Собрались несколько сотен шахтеров, их жен и родственников. Многие пришли целыми рабочими бригадами, чтобы выразить свое мнение. Мы передаем все без всякой цензуры. Вы понимаете, главное, что никто из руководителей официально, официально не попросил прощения даже. Никто ни в каком выступлении не подошел. Простите меня матери, простите меня жены. Не скорби. Это все фальшивая скорбь у них на глазах. Чисто фальшивая. Вы сейчас чего хотите, скажите? Мы социальных, чтобы мы жили по-человечески достойно просто-напросто. Все говорят, что мы получаем большие деньги, большие огромные деньги. У нас живут от зарплаты до зарплаты. Средняя где-то за неуполнение плана 25 тысяч. При выполнении 30, 35, ну максимум 40 тысяч. Это грязные деньги. Это грязные. 35 средним зарплата, 30-35 средним зарплата. Но я при этом же для людей сдерживаю таких устоев для того, чтобы люди за эту зарплату, чтобы прокормить, когда у меня, допустим, 5 человек, как-то прокормить на 25 тысяч, это по сути нереально просто-напросто. Чтобы получить эти 35 тысяч, 30, мужики ради семьи, не ради денег, идут в шахту, работают. И, честно скажу, нарушают технику безопасности, потому что по-другому нельзя. Газа у нас очень много, он постоянно присутствует. И поэтому, да, заматывают датчики, заматывают. Мастера, начальники, все это знают прекрасно. Вверх вверх это тоже знают. Мне господин Волков сказал, если, говорит, вы приходите, у вас там по каким-то мерам техника безопасности не совпадает, останавливайтесь. Я говорю, а что вы мне будете платить, господин Волков? 15-25 тысяч, что я могу? 25 тысяч максимум. И то это много. 15 тысяч я вам готов вообще, как бы, должен, говорить, по закону платить. И все это все знают. Построили в ряд. И Казовой говорит, говорит, не дай бог, если кто-нибудь скажет, говорит, всем мужикам, говорил, если кто-нибудь скажет, что вы получаете меньше, говорит, 40 тысяч, говорит, вы, говорит, работу, говорит, вы, говорит, потеряете, вы, говорит, потеряете, говорит, работу. Вы понимаете ли что? Почему люди, почему все люди, почему молчат и почему они боятся это все говорить? Вот. Да потому что все в судах, все в кредитах, понимаете что? Кто будет что говорить? Вот, как вам такое, у него 5 человек, у него, понимаете, вот сейчас у нас есть возможность, вот сейчас получилось, вот люди, вот видите, вот почему собираются, все думают, что здесь шахтеры получают, я говорю, там 50 тысяч, там 100 тысяч, я вам говорю, как оно есть, вот пускай вся страна, пускай это слушает, что мы здесь рабы, что здесь все мужики получают 20, а если там 30, ну это выше пилотаж, понимаете. Вот сейчас вот здесь, сейчас вот есть возможность, сейчас есть возможность. Надо тоже оболгать всех, Щербаков понимает, что это градообразующая отрасль, и Щербаков понимает это все, и он выразил соболезнования, и не надо это все оболгать, что никто не выразил соболезнования. Мы не про соболезнования, соболезнования это понятно все, про деньги говорят люди, что мы получаем, все соболезнования, но это самое главное, это самое главное. Люди выходят, не любят народ, не любят, рабы натуральные, вы понимаете, рабы. Мужики не боятся в шахту спускаться, а работают. Бессловещие, представители шахты находятся. Микрофор, микрофор, микрофор. Я не с самой Распадской шахты, но мой муж работает тоже в Распадской угольной компании, на шахте Коксово. И поскольку он относится к этой же компании, то естественно время от времени бывает на общих собраниях вот этой компании. Так вот, я хочу сказать, что Козового в городе не любят, наверное, все шахтеры. Человек, который позволяет себе на общем собрании делать такие заявления, вроде, вы вообще, дескать, работаете не за деньги, а за место. Дескать, вообще молчите. Или, например, следующее его заявление. Когда был кризис, и, значит, шахтеры Коксовой спросили, почему так резко зарплату нам снизили? Все в кредитах платят ипотеку. Представьте, человек приносит зарплату домой 20 тысяч, а 18 ему нужно отдать банкам. На какие деньги жить? Так знаете, что он ответил на это? А вы вообще заткнитесь, я на ваше место приму китайцев, и они у меня будут работать за меньшие деньги. Мы хотим сказать, самое главное, ну что, это же, ну, мы самое главное, почему. Вот мужики, мужики, я говорю, вот так вот, мужики, они боятся, они боятся говорить, понимаете, сколько мы получаем. Вот сейчас по телевизору сейчас покажут, понимаете, вот. Мне, допустим, почему не важно, потому что я от них ни от кого не завишу. Поэтому, вот все, все, кто здесь и стоят, все, понимаете, все, и вот все сейчас стоят и думают, я бы сейчас многое бы что бы сказал, вот. Но завтра я пойду на работу, мне скажут, что, говорун, говорун, иди, вот. А все в кредитах, все в судах, вы понимаете, они из-за этого боятся. Работаем, пускай вся страна, пускай все об этом слышат и знают. Работаем здесь за кусок хлеба, просто за кусок хлеба, понимаете. Но, такое ощущение, отпускают, вот все скажут, все скажут, работаем за кусок хлеба, просто кидают, как сам, понимаете, чтобы, ну, чтобы копыта, чтобы не протянуть, чтобы силы были, чтобы на работу ходить, понимаете. Все, я вообще не знаю, нет, с этими судами, с этими судами, с кредитами, как люди выживают, я не знаю, понимаете. Смотрите, вот. Вот смотрите, 15 тысяч общего. Вот 15 тысяч. 15 тысяч общего. Так это в шахте, вы подумайте, это в шахте столько. Мне кажется, это половину не покажут. Это он в столовой по 56 тысяч. Ну, радио, у меня, допустим, дома радио, допустим, нет. Я телевизор смотрю. Так это в шахте. Субтитры подогнал «Симон»